Екатерина Ким, постоянный эксперт нашей программы, кондитер, появилась в этой студии, а значит будет вкусно! Я не могу по-другому сказать. Катя, доброе утро! Мы сегодня говорим про Брауни. Хочется начать вообще, где он появился? Что и как понимать под Брауни? Это просто шоколадный тортик или что это? Ну, честно говоря, я даже особо не интересовалась, где он появился. Вроде бы официально в Америке, а для меня между Раем и Адом. Это то, что очень всегда хочется кушать. Это да. При этом невозможно оторваться, это довольно калорийно, это больше мужской десерт, чем женский, потому что оторваться невозможно, хочется кушать. Здесь и орехи, и много шоколада, и сливочное масло, и сахар, и карамель. И я покажу еще один способ, как его можно вкусно употребить. Так, сейчас будет что-то, да. Я даже так своим заказчикам его не отдаю, но очень рекомендую попробовать. Катя, еще один момент. Насколько я знаю, у настоящего Брауни должна быть хрустящая корочка. Да, все правильно. Хрустящая корочка, желательно хрустящий низ. Ну вот у меня низ крайне редко бывает хрустящий, я его пеку прям в толстодонной посуде. Поэтому корочки нижние нет, верхние есть хрустящие, и это просто прекрасно. И вот эта кремообразная начинка, вот это вот как будто бы не совсем пропеченное тесто, которого и нет. Я думаю, что мы начнем потихоньку, а я единственное скажу, к чему я спросила про корочку хрустящую. Были в моей жизни такие истории, когда люди говорили, ну что-то как-то неудачно, пропитать надо было получше. И я начинала смеяться, потому что знаю, что у Брауни не должно быть сверху вот такого какого-то пропитанного. Именно должна быть корочка эта тогда. Да, это вот она, она и есть сахарная корочка. Все как надо. Так, что мы хотим взбить, Катя? Зачем оно нам? Так, что мы хотим взбить? Я хочу взбить сливки, потому что Брауни со сливками это прямо... Это по-мужски. Я думаю, что это по-мужски и по-женски. Это оформлено уже женскими руками. А вот по-мужски это вот будет соленая карамель. Она теплая. Я ее подогрела, потому что она у меня густая. Соленую карамель мы уже готовили, и на сайте уже есть. Все найдете, да, все есть. Берем соленую карамель и... Так, что делать? И начинаем... Вот так вот развернем. Мне кажется, так удобнее. Ага, ну с этим-то я справлюсь. Совершенно точно. Да. Супер, супер. Можно... Можно наносить столько слоев, сколько захочется. Это важно. А я займусь сливками. Причем я их не взобью, а даже, наверное, подвзобью, чтобы они были... А там же в сливках, там же еще что-то есть. Я видела. Да. Я добавила сюда что? Я добавила сюда немного сгущёнки, ванили. Сейчас добавлю вот соленых хлопьев. Ну, это просто соль хлопьями. Ну, прям немножко прям. Ну, все, мальчики, тут такая красота уже все. Соленая карамель везде. Кстати, мальчики-то где? Или мы готовим сюрприз? Да сюрприз готовим. Готовим сюрприз. Саша, тут вот еще вот... А, тоже украсить? Тоже надо. Все, у меня... Я принесла на всех. Работа, работа. О, боги, боги, боги. Я не могу, честно, у меня уже все, слюнями все затекло. Нужно ли карамель сильно разогревать? Я знаю, что там какая-то температура должна быть, да, особая. Или... Что с моей миксером? Я не знаю. Он тоже хочет брауни. Он тоже хочет брауни, точно, точно. Карамель, ее в микроволновке надо или как? Карамель слегка прогреть в микроволновке, вот буквально там не то, что минуту, а прямо следить, пока вот она вот как только стала мягкой, вот такой мягкой, теплой, податливой. Податливой. Все, сразу убираем, иначе вот таких вот красивых ниточек не получится. Да, да, ну, пожалуй... Ну, как думаете, надо один поменьше украсить или наоборот побольше? Побольше? Да, мне кажется, вот это поменьше. Да, или нет? Я делаю в два. Я думала, больше, так больше, погнали. Катя разрешила. Так, а нам нужно сливки прямо до... Как это? А вот смотрите, видите, вот сейчас я бы сделала до мягких пиков, потому что стойкие пики, это уже, ну, в торт, например, еще куда-то... Ну, вот, да, да. А мягкие пики, ну, это так прекрасно. Это можно так только дома сделать. Вы представляете вообще вот после брауни? Вот сейчас вот Саша попробует, она оценит, она уже знает, что такое хороший брауни. Надо признаться, что я знаю, потому что я уже пробовала Катю брауни один разок. Да, вот мне вот почему-то показалось, что вот этот подарок будет лучший. Мы, смотрите, у нас немножечко нужно побольше времени, чтобы взбить наши сливочки. А уже все. А все? Ну, я бы оставила их вот в таком виде. Для дома самое... Вот если дома... Давайте, видите, да, они текучие, они текучие, но вот как бы можно чуть-чуть, но мы, пожалуй, остановимся. Так, и что делать-то тогда, получается, макать, что ли? Я бы сделала так. Как? Я бы взяла... Создает вкусненько. Что-нибудь похожее на вилку. Так. И нож. Угу. И? Отделила брауни. Ну, давайте прямо... Ой, 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 ой. Ой, вот здесь вот это надо посмотреть. Посмотрите, какая внутренность идеалити. Влажность. Вообще великолепие. Прекрасно. Дальше что нужно? Так, еще нам нужна ложка. И мы берем... А, их сверху выложить немножечко. Да, вот прямо вот так. Ой, как красиво. Это неприлично красиво. А можно еще? Ну, роскошь же, да? Это роскошь. А теперь мы должны это попробовать. Я иначе зачем я здесь вообще... Это, по-моему, это инвестиции, Саша. Да, я точно. А это 8 марта. Катя, я сейчас заплачу от восторга. Господи, боже мой, это невероятно. Орешек, соленая карамель, сливки. Невероятная текстура. И вот эта вот хрустиночка. Это... Мы тебя приманили. Ну, давай отрежем. Давай отрежем тебе. Хочешь? Это мне. Пока Катя тебе... Тут работает огромное количество вкусов и гормонов, между прочим. Да. И орех. Доброе утро. Доброе утро, Иван. Я вовремя пришел. Все, все как надо. Я так понимаю, на аромат. Так, не режется? Ну попробуй. Вот и по-мужски. Вот это по-мужски, да. Это мы курицы. Это брауни, да? Это брауни. Это очень по-мужски. Угу. Угу. Пойдет. Пойдет. Смотри, улыбка, улыбка поплыла. Пойдет. Даже этот человек начинает улыбаться. Сладенькое, самое лучшее с утра пораньше. Ах, я вот кое-что забыла. Почему сладенькое это? Немножко соли побольше? Немножко. Потому что карамель у меня, по-моему, нынче какая-то недосольная. По-моему, все идеально. Потому что она же соленая, карамель, да? Да. Если ваши мальчики немножечко вреденки, то помолчать и поулыбаться им обеспечит вот этот великолепный брауни. Главное, чтобы мы тоже могли и молчать, и улыбаться. Мы свою работу сделали, вы можете молчать и улыбаться. Это просто идеальное настроение создать. Но это очень вкусно. Это очень вкусно. Катя, как всегда. Как все дамы. Я не знаю, как дальше продолжать. Посмотрите, все до последнего кусочка. Вот итог вашей работы. Спасибо большое. Спасибо за то, что смотрели. За то, что радуетесь вместе с нами. И теперь знаете, как можно сделать брауни в домашнем слове.